Диана Станкевич На водоканале и жалком хозе провел встречи с работниками, о чем говорили Белшина выпустила зимнюю обновку Самое главное в шинах для перевозок, для грузоперевозок, это коэффициент сопротивления качения Какие там новации? Под Бобруйском дотла сгорел дом, какой на деле оказалась причина ЧП? А также, где сдать тест на коронавирус в городе, кто подает лучшие подарки и грозовой четверг? В некоторых уголках страны пройдут кратковременные дожди Завтра небо снова нахмурится. Какие прогнозы синоптиков? В стране выздоровели и выписаны из больниц свыше 61 тысячи пациентов, которые перенесли коронавирус Зарегистрированы 67 тысяч 518 человек с положительным тестом на COVID-19 Врачи провели 1 миллион 278 тысяч 583 теста Такие данные приводит Минздрав ЕПАМ разработала и передала Минздраву автоматизированную систему мониторинга и анализа эпидситуации с COVID-19 Программа позволяет ускорить обмен данными между организациями здравоохранения Автоматизация процесса сокращает количество бумажной работы ПО работает в тестовом режиме. Планируется, что она будет использоваться для анализа информации, полученной с февраля этого года И в процессе подготовки к возможной второй волне Тем временем в Борисове производят почти два десятка фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19 Мы все свои резервы направили на увеличение производства по именно вот этим 19 позициям, которые входят в реанимационный так называемый перечень Менее востребованные препараты на данный момент сняли либо снизили объем их производства и загрузили освободившиеся мощности Когда весь мир столкнулся с эпидемической ситуацией, очень остро мы почувствовали, что то внимание, которое государство оказывало фармпромышленности, оно как раз не зря Потому что сегодня, когда все государства направляют все усилия для борьбы или лечения пневмонии Применяются в основном как раз традиционные препараты Это антибиотики, препараты для лечения заболеваний легких, сердечно-сосудиста и так далее В первой поликлинике теперь можно пройти экспресс-тестирование на инфекцию COVID-19 Такая информация появилась на официальном сайте поликлиники Результат обследования будет готов уже в течение 10 минут Стоимость исследования без малого 25 рублей Точность метода 98% Большой визит Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель сегодня посетил Бобруйск Встретился с работниками водоканала жилкомхоза На повестке дня самые волнующие вопросы Водоснабжение частного сектора, обновление канализационной системы, экспорт продукции, рост доходов Максим Кембель знает больше подробностей Пойдем сразу работать Задал тон для делегации Андрей Хмель Сказано, сделано Отправились знакомиться с Бобруйским водоканалом Согласно протоколу сначала цифры и статистика От стендов перешли непосредственно к инструментам работы Рядом с опытными агрегатами высокотехнологичные разработки На базе этой машины целая диагностическая лаборатория Робот компактный, спереди видеокамера Картинка передается на экран пульта в режиме реального времени Умному гаджету под силу пробраться в те места, где человек просто-напросто не пролезет Например, гаджет запросто пройдет по трубе диаметром 15 сантиметров Следующая остановка диспетчерская Главный орган водной системы города Уровень жидкости в трубах, давление, аварийные ситуации Все онлайн-данные можно видеть на этих четырех экранах И все-таки техника без человека – груда металла Общение с работниками предприятия – главная цель визита Не секрет, что есть в различных организациях сегодня проблемы, требующие решения Эти проблемы не носят такого срочного характера, больше организационного Но хотелось бы эти проблемы обсудить В этом актовом зале обсудили проблемы Это и обеспечение централизованным водоснабжением частного сектора, обновление канализационной системы По словам министра, Бобруйск сможет с легкостью все планы превратить в реальность Абсолютно современное предприятие, которое отслеживает все тренды профессиональные, которые сегодня появляются на рынке Все наилучшие технологии Здесь применяются отрадно, что оказание услуг водоснабжения, водоотведения Бобруйского водоканала сегодня не субсидируется Это говорит о том, что предприятие очень четко работает своими затратами, понимает свою задачу В текущем году продолжаются работы по реконструкции существующих сетей, строительства новых сетей И хочется также отметить, что в планах Бобруйского водоканала это подключение ближайших населенных пунктов Березовичи, поселка Юбилейного, Дельнощаткова Водоканал стал отправной точкой визита Конечная жил комхоз Госзакупки, тендеры, заказчики, исполнители Андрей Хмель и здесь ознакомился с положением дел Сотрудники остались довольны диалогом Визит министра получился более чем продуктивным Андрей Хмель увидел реальную картину в жилищно-коммунальном хозяйстве Бобруйска Определил проблемные вопросы и дальнейшие тренды развития сферы Бобруйск, к моей радости, встретил хуже, но с чистыми улицами Это очень приятно посещать такие чистые города Нужно сказать, что это тренд в Беларуси Одна задача министра, министерства, руководителя на местах этот тренд поддерживать Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Премьера на Белшине Промгигант выпустил новые грузовые покрышки Линейка из «Кортера» снова пополнилась зимним вариантом шин Изделия предназначены для автомобилей типа МАЗ, других грузовых машин Новинка выпущена в двух размерах Разработка, как сообщается, позволит снизить затраты на топливо Шины разработаны с применением последних технологий И имеют специальную маркировку «Альпийская горка» На каждой изображена снежинка на фоне трехпиковой горы Символ является евростандартом и означает Изделие прошло все испытания Дороги в заснеженном и обледенелом состоянии Для водителей, чьи авто будут обуты в такую резину, теперь не преграда Самое главное в шинах для перевозок, для грузоперевозок Это коэффициент сопротивления качения Это самое основное требование То есть снижение затрат на перевозки И сейчас направление нашей работы Именно в проектировании ЦМК шин Это снижение КСК В ближайшее время новинку планируют поставить на поток На предприятии надеются Модель быстро найдет своего покупателя Сгорел дотла В садовом товариществе Колосок Вишневского сельсовета Пожар уничтожил дом Очевидцем происшествия стал местный житель Утром мужчина вышел на улицу и заметил, что горит соседская дача Хозяев дома не оказалось Накануне вечером уехали в город Свидетель инцидента вызвал спасателей Когда сотрудники МЧС приехали, постройка полыхала, как спичка Пожарные прибили пламя водой Деревянный дом с мансардой превратился в угли Не осталось живого места Позже выяснилось, перед отъездом владельцы недвижимости не выключили холодильник Технике было более 10 лет Вероятно, розетка закоротила и произошло возгорание Точную причину ЧП устанавливают Пострадавших нет Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Итоги ЦТ-2020 Особенности экотуризма и повышение пенсии В стране пересчитали минимальные трудовые и социальные выплаты Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня В следующем месяце вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии Которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума Увеличенные суммы будут действовать до конца октября Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет А женщинам в 60, станет 128 рублей Также поднимут надбавки, повышения и доплаты белорусам старше 75 лет Вырастут и пособия по уходу за инвалидом первой группы Либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста В Беларуси вводятся новые тарифные группы потребителей электроэнергии Используемые для отопления и горячего водоснабжения К ним отнесли организации, которые эксплуатируют жилфонд Или предоставляют ЖКУ Группы застройщиков и товариществ Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся Подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Ряд дополнительных мер по поддержке предприятий В период восстановления экономики выработали профсоюзы В числе предложений Уравнение тарифов на энергоносители между предприятиями Государственной и частной формы собственности Возможность освобождения от уплаты налогов на землю Недвижимость Снижение ставки НДС Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента По двум предметам сразу 15 человек 134 выпускника получили нули Зарегистрировано 13 нарушений Использование мобильных телефонов и шпаргалок Во время резервных дней 100 баллов не набрал никто Всего на ЦТ 2020 зарегистрировались 64 330 человек В этом году будет реализовываться проект международной технической помощи Направленный на развитие экологического туризма Об этом сообщили в Минприроды и охраны окружающей среды В ведомстве рассчитывают заняться пиаром уникальных зеленых зон Элементов народной культуры и традиций белорусов К проекту подключатся Березинский биосферный заповедник Заказники озера Красный Бор во взаимодействии с Россией Злободневные вопросы и откровенные ответы На Бобруйск-Агромаше прошло собрание актива городской организации Белорусского союза женщин На встрече присутствовали члены городской организации Представители власти, сотрудницы предприятия В формате открытого диалога побеседовали про роль женщины в обществе Стране в целом поддержки со стороны государства Бесплатным ЭКО уменьшение страхового стажа для многодетных Велика роль женщины в нашей государстве, в нашей политике И немаловажно, когда тоже с точки зрения нашего государства Очень много делается для наших женщин Женщина – это семья И какова семья, если семья будет сильно крепкая, процветающая Будет сильно процветающая, крепкая наша страна, наше государство Поэтому основные моменты, конечно, были нацелены на это Затронули тему развития города Уже 1 августа состоится торжественное открытие детской больницы Вскоре начнется строительство 4-й поликлиники У коллектива остались позитивные впечатления от беседы Женщины отмечают – атмосфера была радушной и доверительной Мы здесь как боевые все подруги Мы настолько все друг друга знаем, общаемся Во всех мероприятиях города участвуем Очень понравилась беседа, интересная Действительно был важный диалог между нами, женщинами, и представителями города Татьяна Михайловна рассказала нам, конечно, очень много, что делается в нашем городе Именно в плане строительства, в плане акций, в плане того, как процветает наш город И она подчеркнула то, что женщины – это все-таки локомотив, который тащит за собой Не только детей своих, но и мужей, мужчин Солнце сквозь тучи Дождь в городе собирался с самого утра Сперва было прохладно, затем заморосило Столбик термометра показывал 21 градус тепла К вечеру выглянуло солнце На долг ли тренд Анастасия Пахлестова Завтра погодные условия в основном будет определять прохладная, неустойчивая воздушная масса Лишь ночью по юго-востоку страны еще сохранится влияние атмосферного фронта Небо затянут облака Ночью и днем в некоторых уголках страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы Синоптики обещают оранжевый уровень опасности Днем будет тепло, вечером лучше надеть теплую одежду В Норвегии самое холодное лето за последние десятки лет В начале июля в некоторых частях региона скопилось более 10 метров снега В Осло в прошлый раз так холодно было в 1993 году В Бергене в 1996 В Тронхе иметь столько холодный период наблюдался в далеком 1962 Этим летом в Норвегии снег покрыл горы В Коммунифолдал температура снизилась до минус 4 градусов Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм В пиковые моменты волны в Новом Южном Уэльсе достигали 11 метров в высоту Затоплены дороги и десятки населенных пунктов Заблокированными в воде остаются автомобилисты и фермеры Сейчас стихия утихла Спецслужбы устраняют последствия, но синоптики предупреждают Что вода может перетеснуть снова в любой момент Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями Ветер западный 7-9 метров в секунду Температура воздуха днем достигнет 23 градусов со знаком плюс Ночью столбик термометра покажет 12 выше нуля Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Подарить что-то функциональное или сувенирное, маленькое или большое, серьезное или забавное Хватит мучиться В царских подарках выбран любой вкус и карман Анастасия Шевцова тоже подобрала презент Магазин-салон «Царские подарки» приглашает за эксклюзивными сувенирами Покупателям предлагают предметы декора Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, рамки, зеркала, часы Оригинальные фотоальбомы ручной работы подойдут для любого повода Будь то свадьба или день рождения Страницы из плотного картона в целости сохранят дорогие воспоминания Стоимость от 13 рублей Магазин активно реализует хендмейд и сотрудничает с ремесленниками из разных городов Беларуси На полках большое разнообразие игрушек, декора и даже съедобных изделий ручной работы Шоколад для настоящего мужчины весом 40 грамм обойдется в 5 рублей Фигурка по увеситель, например, шоколадный револьвер в 11 В ассортименте камины, печи и мангалы качество отечественное В придачу комплектующие и консультация по установке Можно выполнить изделие под заказ Этот мангал сделан вручную, металл прочный, не деформируется от высоких температур Ремесленник предусмотрел дополнительную функцию Крышка вот так откидывается и превращается в столик Цена 273 рубля Кроме того, в наличии кресла офисные, домашние, детские Цены демократичные, от 30 рублей Можно обратиться за комплектующими Огромной популярностью пользуются офисные кресла такого формата Натуральная кожа, механизм, мультиблок Можно отрегулировать наклон и высоту А колесики из каучука не поцарапывают пол Цена 526 рублей Магазин всегда готов к праздникам Будь то Новый год или День влюбленных На полках канун торжества в огромном ассортименте найдутся тематические товары Консультанты всегда рядом Покажут, подскажут и красиво упакуют приобретенный товар Приобрести эксклюзив можно по адресу Октябрьская 149А С 9 до 18.00 каждый будний день Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Все акции имеют свойство заканчиваться И осталось совсем немного времени, чтобы наконец-таки стать собственником квартиры в Минске на выгодных условиях До конца августа действует длительная рассрочка от известного белорусского застройщика На приобретение квартир в престижных жилых комплексах Минска Это инструмент для семей со стабильным доходом, чтобы улучшить свои условия и наконец купить квартиру мечты А еще у компании много и других предложений Длительная рассрочка совершила революцию на рынке столичной недвижимости Так квартиры купили тысячи семей Индивидуальный подход покупателя вносит от 30% стоимости квартиры своими деньгами или за счет кредита А оставшаяся сумма делится на количество месяцев рассрочки И только до конца августа квартиру можно взять без первого взноса и на длительный срок Стоит поторопиться В комплексе Минск Мир, признанном крупнейшим проектом Европы, рассрочка на 10 лет 120 платежей, сопоставимых с ценой аренды достойной квартиры в столице Но платите за свою квартиру и становитесь ее собственником И при этом в ней уже живете В комплексе Парк Челюскинцев рассрочка до 100 месяцев, более 8 лет Главное преимущество – нет процентов Не нужны поручители и нет переплат А те, кто вносит больше 30% стоимости квартиры при первом взносе, получат существенную скидку на каждый квадрат Специальная программа и для многодетных родителей – это форма социальной ответственности компании И только сейчас работает специальная программа для работников сферы здравоохранения В комплексе Минск Мир скидки до 20% Лучшая акция этого года – действенная поддержка В начальном выбор стоял между Копенгагеном, Санкт-Петербургом и Флоренцией Но вот, подумав, определившись, подумали, что для нас лучше будет, скорее всего, Санкт-Петербург Удобное расположение, красивый дом, инфраструктура Мы еще, наверное, даже диплом не успеем получить, а уже будем в своей квартире Это шанс не только для молодых докторов Юсеф, например, готовится стать пластическим хирургом Но и для всех медицинских работников страны Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает Должен иметь возможность купить собственную квартиру И предложили своим покупателям длинную рассрочку до 10 лет Тысячи семей уже купили квартиры в наших престижных комплексах Но это предложение действует только до конца августа Есть и другие акции, выгода от которых суммируются Например, приятные цены на старте продаж в домах Санкт-Петербург, Флоренция и Копенгаген В разных кварталах Дома сдаются через год-полтора Минск.Мир возводит по принципу города в городе В каждом квартале школы или сад Всего 7 школ и 12 садов в комплексе Поликлиники, медцентры, достраивают метро Пара станций до площади независимости или пара минут за рулем Магазины, аптеки, кафе, рестораны, предприятия, сервиса Тысячи рабочих мест даст новый деловой центр Минска Международный финансовый центр Предусмотрена и рекреационная инфраструктура Крупнейший в стране торговый центр и новый столичный парк Ждать заселения долго не придется Например, квартал Эмиратс Люкс завершается на полгода раньше До конца лета в комплексе сдадут более 20 домов Квартиры от студии до просторных пентхаусов Потолки под 3 метра, скоростные лифты, дизайнерское лобби Акция действует и в комплексе парк Челюскницев Рядом огромный парк, ботанический сад Дом номер 7 сдан в эксплуатацию А значит, купив квартиру, можно тут же приступить к ремонту Отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой Есть рассрочка, а есть кредит Предлагается сразу несколько программ Ставки по отдельным менее 4% годовых Зависит от условий Кредитуют на 20 лет Дополнительная выгода Сайт застройщика С его помощью можно сэкономить 5000 рублей Помните, что акции заканчиваются, как и лето Надо успеть, чтобы потом не жалеть, что лучшие условия остались в прошлом А вы не успели ими воспользоваться Как показывает практика, дешевле не будет Это все из событий к этой минуте Сразу после нас сирена Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok